Я звонила ему по телефону и слушала его голос. Я стояла рядом с его домом и смотрела на окна. Я жить без него не могла. Я каждую ночь сидела и бубнила. Дорогой мой, вспомни обо мне хоть на минутку. Побудь со мной, пожалуйста. Я так тебя люблю, мой хороший. Но, как вы думаете, Павлик, Разве женщина может так себя вести? Разве я могу воспитывать детей? И разве хоть кто-нибудь, ну хоть кто-нибудь, Может любить меня? Вы знаете, что после этого я буду посмешивши всей Москвы? Вы в пьяном виде, не помня себя, Вызываете на доль человека, Который лучше вас во всех смыслах. И ревнуете вы без всяких оснований. Оснований нет. И почему вы могли поверить, что он мой любовник? Почему? Потому что я люблю общество. Так если бы вы были умнее, приятнее, Я бы вас же предпочла. Конечно. Конечно была бы с вами. И я вам так скажу. Редко та жена, Которая с таким мужем, как вы, Не завела бы себе любовников. А я этого не сделала. Оболгали меня. Храбрец. Отыскался. Я не спала. Я слышала, как вы говорили. И при меня всякие гадости тоже. Но я не вернусь домой. Потому что моего дома больше нет. Я не навязчивая. У меня просто никого нет. Моего дома больше нет. Два этажа в аварийном состоянии. И двор. Все, что осталось от моего дома. Не бабушек, Сидящих на лавочках. Не отца, Копающегося в гараже. Знаете, чем кормят детдома? Повезло, что не знаете. Это не разовая акция, Не санаторий на два месяца. Это из года в год Ты просыпаешься в одном и том же месте. Ешь одну и ту же еду. Видишь одни и те же лица. Я обернулась и увидела, Что он уже сбежал с другой стороны И бежит от меня, Оставив меня одну, Покидая меня в эту минуту. Я закричала, Сколько во мне было силы, И бросилась догонять его. Я задыхалась. Он бежал все скорее и скорее. Дух во мне замирал, И ноги подкашивались. Я чувствовала, Как что-то безобразное Совершалось со мною. Мне казалось, Что это сон. И во мне рождалось Такое же ощущение, Как и во сне, Когда мне снилось, Что я бегу от кого-нибудь. Но погоня настигает меня, Я падаю без чувств. Мучительное ощущение Разрывало меня. Мне было жалко его. Сердце мое ныло и болело, Когда я представляла, Как он бежит от своего Любимого детяти. Мне хотелось догнать его Только для того, Чтобы еще раз крепко поцеловать. Если ты спишь с моим мужем В надежде, Что когда-нибудь он станет твоим мужем, То ты серьезно просчиталась. Он не разведется со мной. А даже если бы и развелся, Все равно не женись бы на тебя. Знаю, сейчас его полнейшая покладистость Кажется тебе очаровательной. Но в браке это выматывает. Ссориться с ним невозможно, Потому что он человек патологический, Ведомый. И даже накричать на него нельзя. Тут же начинаешь себя ненавидеть. Я знаю, Потому что я долго на него сегодня орала. Знаю, я монстр. И он, наверное, про меня рассказывает гадости. Знаешь, я иногда думаю, Вот если я такая ужасная, А чего же он со мной не разведется? Вот так, я знаю. Я даже не знаю, Она не теряет что-то пробье. Я не знаю. И поэтому я думаю, И я стою. Они с собой. Я не знаю.